Книга вторая Звенящие кедры России Глава первая Иннопланетянка или человек Прежде чем рассказывать о дальнейших событиях, связанных с Анастасией, я хочу поблагодарить всех руководителей духовных конфессий, учёных, журналистов, простых читателей, приславших мне письма, духовную литературу, комментарии, относительно изложенных в первой книге событий. Определения, сделанные в адрес Анастасии, разные. В прессе её называют хозяйкой тайги, сибирской ведуньей, предсказательницей, божественным проявлением, инопланетянкой. Потому на вопрос московской журналистки Марии Карпинской, любишь ли ты Анастасию, я ответил, я не могу определиться в своих чувствах. И тут же был разнесён слух, что я не способен что-то там понимать из-за духовной некомпетентности. Но ведь как можно любить, не разобравшись, кого любишь? Ведь до сих пор нет единого определения в адрес Анастасии. Я попытался, основываясь на её утверждении, я человек, женщина, убедить себя в этом, найти объяснение её необычным способностям. Поначалу всё получалось. Ну вот, кто такая Анастасия? Молодая женщина, рождённая и живущая отшельницей в глухой сибирской тайге, воспитанная после гибели своих родителей дедушкой и прадедушкой, тоже ведущими отшельнический образ жизни. Можно ли считать необычным преданное отношение к ней диких зверей? И в этом нет ничего особенного. На крестьянском подворье масса животных мирно уживается между собой и с уважением относится к своему хозяину. Сложнее было определить механизм, с помощью которого она может видеть на расстоянии, знать о деталях и событиях тысячелетней давности, свободно разбираться в нашей теперешней жизни. Вот как работает её луч – на расстоянии, исцеляя людей, проникая в глубины прошлого, заглядывая в будущее. Профессор философии Шилин написал в своих работах, посвящённых анализу высказываний и действий Анастасии. Творческий потенциал Анастасии – это всеобщий, а не чистый индивидуальный дар Божий, дар природы. Все мы и каждый из нас в отдельности связаны с космосом. И выход из идущей катастрофы видится в гармоничном синтезе культур-начал. Развитие этого типа культур гармонично чистого детства даёт женский тип культур. Наиболее полный и ярко этот тип культур выразился в буддизме, но и в нашей Анастасии также. Потому-то ниже и дана следующая цепочка отождествлений – Анастасия равно Каннон, равно Тара, равно Будда Майтрея. Анастасия является совершенным человеком, подобным Богу. Так это или нет, не мне судить. Только непонятно, почему же тогда она учения никакого не пишет. Ну, как все просветлённые, подобные Богу. А вместо этого свои 20 сознательных лет занимается дачниками. Тем не менее, читая высказывания учёных, мне удалось сделать вывод, что она не сумасшедшая какая-нибудь. Потому что в науке есть, по крайней мере, гипотеза относительно того, что она говорила. А по отдельным направлениям проводятся опыты. Так, например, на вопрос. Анастасия, каким образом ты выуживаешь и обрисовываешь разные ситуации тысячелетней давности? И даже мысли великих людей прошлого можешь видеть? Она ответила. Первая мысль, первое слово было у Создателя. Его мысли живут и поныне, невидимо окружая нас и заполняя пространство вселенское, отражаясь в материальных живых творениях, созданных для главного, для человека. Человек – дитя Создателя. И как любой родитель, он не мог пожелать для своего ребёнка меньшего, чем имел сам. Он дал ему всё и большее – свободу выбора. Человек может творить и совершенствовать мир силой мыслей своих. Любая произведённая человеком мысль не исчезает в никуда. Если светлая, она заполняет светлое пространство и встаёт на сторону светлых сил. Если тёмная – на противоположность. И сегодня любой человек может воспользоваться любой мыслью, произведённой когда-либо людьми или Создателем. А почему тогда не все ими пользуются? Пользуются все, но в разной мере. Чтобы пользоваться, нужно думать. А не всем это удаётся из-за повседневной суетности. Значит, задуматься нужно, и всё получится. И даже мысли Создателя можно познать. Чтобы мысли Создателя познать, нужно достичь ему присущей частоты помыслов и его скорости движения мысли. Чтобы мысли Просветлённых познать, нужно их частоту помыслов иметь и с их скоростью уметь мыслить. Если нет в каком-то человеке достаточной частоты помыслов, чтобы общаться с измерением светлых сил, измерением, в которых живут светлые мысли, тогда он будет черпать их из тёмной противоположности. В итоге сам мучится и других мучить. Не знаю, косвенное или прямое объяснение этим её высказыванием сделал академик Акимов. Он пишет. Существовали и существуют два направления познания природы. Одно представлено западной наукой, то есть знаниями, которые добываются на той методологической базе, которой владеет Запад. Доказательства, эксперимент, ну и тому подобное. Другой – восточной, то есть знаниями, полученными извне, эзотерическим путём в состоянии медитации. Эзотерические знания не добывают, их человеку дают. Получилось так, что на каком-то этапе этот эзотерический путь был утерян, и сформировался другой путь, чрезвычайно сложный и медленный. За последнюю тысячу лет, следуя этим путём, мы пришли к тем знаниям, которые были известны на Востоке 3000 лет назад. А о луче, действующем на расстоянии, учёные вот что говорят. Академик Влаэль Казначеев в статье «Живые лучи и живое поле». Вероятно, Вернадский был прав, когда поставил вопрос, как же идеальное, мыслительное переводит планету Земля в новую её эволюционную фазу. Как? И только через труд, только через взрывы, и только через техногенную деятельность? Так вот, прямолинейно объяснить это нельзя. Факты указывают на то, что человек, оператор, может менять на расстоянии многие показания электронных приборов. Он как бы сбивает шкалу прибора, причём издалека. Мы сталкиваемся с неизвестным явлением взаимодействия живого вещества на огромных расстояниях. К сожалению, в статьях много очень непонятных терминов, ссылок на труды других учёных. Всех их перечитать, да ещё понять сложно. Но всё равно я понял, что науке известно о возможности человека контактировать на расстоянии, известно о Вселенском банке данных, которым пользуется Анастасия, называя его измерением светлых сил или измерением, в котором живут мысли, когда-либо произведённые людьми. Об этом современная наука тоже говорит, называя его супер-ЭВМ. Далее предстояло осмыслить, каким образом мне, не занимавшемуся литературным ремеслом, не имеющему на то образование, удалось написать книгу, и эта книга будоражит людей. Когда я был в тайге, Анастасия сказала, «Я сделаю тебя писателем. Ты напишешь книгу, и её будут читать много-много людей. Она будет благотворно влиять на читающих». Теперь книга написана. Можно предположить, что в этом только её заслуга. Но тогда нужно определить, каким образом она оказывает влияние на творческие процессы других людей. Но пока никому определить этого не удалось. Ну, для облегчения задачи можно, конечно, предположить, что я и сам, немного талантлив, и, получив от неё интересную информацию, описал её. Тогда, казалось, всё встаёт на свои места, всему даны объяснения. Не надо дальше тратить время на чтение научной и духовной литературы и задавать вопросы специалистам. И тут она явила новое явление, объяснение, которому пока ни я, никто из помогавших мне найти не могут. Если помните, я писал в первой книге, как она сказала, два года назад. «Художники будут писать картины, поэты стихи, будет снят обо мне фильм. Ты будешь смотреть на всё это и вспоминать меня». Дедушка Анастасия, на мой вопрос, она что, может предсказывать будущее? Ответил Владимир. Анастасия будущее не предсказывает. Она его способна моделировать и воплощать в реальность. Ну, слова – это всего лишь слова. Мало ли что говорим мы. И этим словам я не придал значения, расценив их как нечто несказательное. Ну, потому что невозможно было даже предположить, насколько точно воплотится всё сказанное в жизнь. Но невероятное происходит. Сказанное Анастасией уверенно воплощается в реальность. Сначала потоком посыпались стихи. Потом в разных городах люди стали открывать домики Анастасии. В первом из них, в городе Геленджике, были выставлены картины московской художницы Александра Васильевны Саенко, посвящённой Анастасии, природе. Я вошёл в этот домик, взглянул на стену, увешанную большими картинами, и окружающее пространство словно стало видоизменяться. Со многих картин своими добрыми глазами на меня смотрела Анастасия. И сюжеты. Понимаете, на картинах были сюжеты из ещё неизданной второй книги. И был светящийся шар, появляющийся иногда рядом с Анастасией. Потом я узнал, что эта художница рисует не кистью, а кончиками пальцев. Большинство из этих картин уже распроданы, но оставлены пока на выставке, потому что люди идут и идут посмотреть на них. А одну картину художница подарила мне. На ней были изображены родители Анастасии. От лица её мамы невозможно было отвести взгляды. Стали поступать от разных студий предложения о съёмке фильма об Анастасии. И я это уже воспринимал как само собой разумеющееся. Анастасия за дни и месяцы неведомым образом, минуя норовоучения и духовные трактаты, воздействует напрямую на чувства, вызывая эмоциональные всплески, творческий подъём, реализующиеся в реальных творениях разных людей, мысленно соприкоснувшихся с ней. Мы их можем осязать в виде художественных произведений и вздохновлённых порывов к светлому и доброму. Вот каким образом эта одинокая отшельница, находясь одна в глухой сибирской тайге, в одно и то же время словно парит над реальным пространством нашей жизни. Вот каким образом через руки других людей она материализует творение. И все они о светлом, о России, о природе, о любви. Она засыплет мир великой поэзией любви. Весенним дождём стихи и песни будут омывать землю от накопившейся на ней грязи, сказал дедушка Анастасии. Но каким образом она это сделает, спрашивал я. И ответ. Энергией порыва собственных устремлений она раздаёт вдохновение и озарение силою своей мечты. А что за сила скрыта в её мечте? Сила человека-творца. Но за свои творения человек должен получать вознаграждение, почести, деньги, звания. Она отдаёт их другим. Зачем? Она самодостаточна. Собственное удовлетворение и искренней любовь хотя бы одного. Высшие награды для неё, ответил дедушка. Но пока эти ответы не осмысливаются до конца, я понял главное. Анастасия пытается сделать для людей хорошее. Но какую участь для неё уготовило наше общество? Машина для делания денег. В первые дни общения с Анастасией я отнёсся к ней как к отшельнице со своеобразным мировоззрением. Теперь, после всего услышанного о ней и прочитанного, после последовавших её проникновений в нашу жизнь, она стала какой-то аномальной. В голове начала спутаниться. С усилием отбросив нахлынувший поток информации и выводов, я пытаюсь свернуть простоту первых впечатлений и ответить на часто задаваемый мне вопрос, почему ты не вывез Анастасию из тайги? Мне очень хотелось вывезти Анастасию из тайги. Но я понимал, насильно это сделать невозможно. Надо попробовать доказать ей целесообразность, полезность её пребывания в нашем обществе. Я размышлял, какие способности с выгодой для неё, людей и моей фирмы можно использовать. И вдруг понял, стоящая передо мной Анастасия, настоящая машина для делания денег. Её способности позволяют запросто излечивать людей от всевозможных заболеваний. Причём она не ставит никакого диагноза, просто выгоняет из организма сразу все поселившиеся в нём болячки и даже не прикасается к телу. Да я на себе это испытал. Она сосредотачивается вся, смотрит своими добрыми глазами, не мигая, и тело словно нагревается от её взгляда, потом ноги вспотевать начинают, через пот выходят токсины всякие. Люди платят большие деньги за лекарства и операции, не помогает один врач, идут к другому, идут к экстрасенсам, биоэнерготерапевтам, чтобы излечиться всего от одной болезни, тратят иногда недели, месяцы, годы, а тут всего минуты. Я подсчитал, если она будет тратить на одного пациента даже 15 минут и брать за это всего 250 тысяч, хотя многие целители берут и больше, то в час получается миллион рублей. Да и это далеко не предел. Есть платные операции, которые стоят до 30 миллионов рублей. В голове выстраивался хороший коммерческий план. Я решил уточнить некоторые детали и спросил у Анастасии. Ты, значит, можешь выгнать любые болячки из человека? Да. Думаю, что любые. Ну и сколько тебе нужно потратить времени на одного человека? Иногда очень много времени. Много это сколько? Однажды мне пришлось затратить больше 10 минут. Ну, 10 минут ерунда. Для такого дела люди тратят годы на то, чтобы вылечиться. 10 минут очень много. Если учесть, что в это время мне необходимо концентрироваться и останавливать процесс осмысливания? Ничего страшного, подождет осмысливание. Ты и так знаешь много. Я тут кое-что придумал, Анастасия. Что ты придумал? А я заберу тебя с собой. В большом городе арендую для тебя хороший офис, сделаю рекламу, и ты будешь лечить людей. Ты принесешь людям много пользы, а мы будем иметь хороший доход. А? Ну, я ведь и так, Владимир, иногда лечу когда моделирую ситуации с дачниками, чтобы помочь им в осмысливании их окружающего мира растений, то мой лучик и болезни из них выгоняет, только я стараюсь, чтобы не все. Так они же не знают, что именно ты это делаешь. Тебе не то, что денег никто не платит, а даже спасибо не говорят. Ну, ты же ничего не получаешь за такую работу. Получаю. Что? Мне радостно становится и приятно. Ну, хорошо. Пусть тебе радостно и приятно, а фирме еще и доход. А если у какого-то человека денег не будет, чтобы заплатить за лечение? Ну, что ты сразу лезешь в разные нюансы мелкие? Да не твое дело думать об этом. У тебя будут секретари, администратор, ты должна думать о лечении, совершенствоваться, ну, бывать там на семинарах по обмену опытом. Ну, ты сама-то понимаешь, как работает этот твой способ, твой лучик, ну, механизм, механизмы какие задействованы? Понимаю. И в вашем мире этот способ известен. Врачи, профессиональные ученые знают о нем или чувствуют его благотворное воздействие. В больницах стараются разговаривать с больными ободряюще, чтобы настроение у них поднять. Врачи уже давно заметили, что если человек находится в состоянии депрессии, болезнь трудно вылечить, лекарства не помогают, а если отнестись к человеку с любовью, болезнь уйдет быстрее. Так почему же никто не стремится разобраться и развить этот способ лечения? Ну, до такой степени, как у тебя. Многие из ученых стремятся разобраться и многие люди, которых вы называете народными целителями, тоже этим способом пользуются и получается у них немного. Этим способом исцелял людей Иисус Христос и святые угодники. В Библии много говорится о любви, потому что это благотворно влияющее на человека чувство, оно самое сильное из всего. А почему уцелителей в России немножко, а у тебя так запросто и много? Ну, потому что они живут в вашем мире и им приходилось, как и всем из вашего мира, допускать в себе пагубные чувства. Это что за пагубные чувства? А при чем здесь они? Пагубные чувства это злость, ненависть, раздражение, ревность, зависть, ну и другие. Они им подобные делают человека слабее. А ты что же, Анастасия, редко злишься? Я никогда не злюсь. Ну, хорошо, Анастасия, неважно вследствие чего получается такой эффект, важен конечный результат и какую пользу извлечь из него можно. Скажи, ты согласна поехать со мной и заняться лечением людей? Владимир, ведь мой дом, моя родина здесь и только находясь здесь, я смогу выполнить свое предназначение. Ничто человеку не даст большей силы, чем родина его, родителям, сотворенное пространство любви. Лечить людей, избавлять их от физического недуга я могу и на расстоянии с помощью своего лучика. Ну, хорошо. Хорошо, не хочешь ехать, давай лечи на расстоянии. Мы с тобой договоримся, в какое место будут приходить желающие вылечиться, они будут платить деньги, а ты в определенное время будешь их исцелять. Мы сделаем расписание, согласна? Владимир, я понимаю, ты хочешь, чтобы у тебя было много денег. Они будут у тебя, я помогу тебе. Только не нужно делать их таким способом. В вашем мире берут деньги за лечение, иначе нельзя в вашем мире. Но я лучше буду делать это без денег. И еще я не могу лечить всех подряд, потому что не поняла, в каких случаях исцеление приносит пользу, а в каких вред. Но я буду стараться осознать и понять. И как только смогу разобраться... Что за чушь? Каким это образом исцеление, лечение человека может принести вред? А, или ты имеешь ввиду вред тебе? Исцеление физических недугов часто наносит вред самому исцеленному. Анастасия, у тебя от твоих мудрствований перевернуто представление о добре и зле. Врачи во все времена почитали с обществом, хотя и не бесплатно свое дело делали. Если ты все на Библию исссылаешься, то и там это не порицается. Так что выброси с головы свои сомнения. Всегда вылечить человека это хорошо. Понимаешь, Владимир, я видела. Мне дедушка показал на примере, какой вред нанести может исцеление, когда необдумано оно. Какая-то философия у вас здесь своеобразная. Я тебе совместное дело предлагаю, но при чем тут примеры? Исцеление для ада. Однажды я увидела своим лучиком, работающий на участке одинокую старушку. Подвижная, худенькая, всегда радостная. Она сразу заинтересовала меня. Участочек у нее совсем маленький, растет на нем всего много разного хорошего, потому что делает она это все с любовью. Потом я узнала, что все выращенное старушка возит в корзинке в людные места и продает. Сама первые плоды, когда они у вас дороже стоит, старается не есть, а продать. Деньги ей нужны были, чтобы сыну своему помогать. Родила она его уже в возрасте, осталась одна, без мужа. Родственники не общались с ней. Сынок ее рисовал в детстве, и она мечтала, что станет он художником. И он несколько раз пытался куда-то там поступить, учиться. поступил в конце концов. Раза два в год приезжал он к ней, к своей матери-старушке. Для нее эти приезды были величайшей радостью. И каждый раз копила она деньги и делала съестные припасы. Выращенные на участке овощи в банке стеклянной закрывала к приезду сына и все ему отдавала. Очень сильно любила его и мечтала сие, что станет ее сын хорошим художником. Она жила этой мечтой. Старушка доброй была и веселой. Потом я некоторое время не смотрела на нее, а когда вновь увидела, старушка была уже очень больна. Ей трудно было наклоняться, чтобы работать на участке со своими растениями. Но она такая изобретательная, оказалась. Грядки сделала узенькие и длинные. От старой табуреточки сиденье без ножек возьмет, положит его между грядками, сядет на него и, сидя, выпалывает грядки от сорняков. Так на сиденье и передвигалась она по своему участку. Корзинку за собой на веревочке таскала и радовалась, что хороший урожай у нее будет. Урожай действительно предстоял хороший. Растения ее чувствовали и реагировали соответственно. Старушка понимала, что скоро умрет. И чтобы своей смертью хлопот сыну меньше доставить, сама гроб себе сделала, венок купила и вообще все приготовления сделала к похоронам. Но ей хотелось еще и урожай собрать и заготовки для сына на зиму сделать. я не придала тогда значения, почему при таком тесном контакте с растениями своего участка она все же болеет. Думала, может, от того, что сама плоды со своего участка почти не ест, продаст их, она выручена и деньги старается купить что-нибудь подешевле. И вот тогда Владимир, я решила помочь ей. И однажды, когда она легла спать, я стала обогревать ее своим лучиком, выгонять из нее болячки. Чувствую, что-то лучику сопротивляется, но я все равно стараюсь. Так, наверное, больше десяти минут делала, пока не добилась своего. Потом, когда дедушка пришел, я ему рассказала о старушке и спросила, почему лучику что-то сопротивлялось. он задумался и сказал, что я нехорошо поступила. Расстроилась я тогда. Просить стала дедушку пояснить, почему он молчал. Потом сказал, ты исцелила тело, но принесла боль душе. Ну и что ж такого плохого ты могла натворить? Анастасия вздохнула, и продолжала. Старушка перестала болеть и не умерла. Сынок ее приехал к ней раньше обычного. На два дня всего приехал и сказал, что учебу бросил и художником быть не хочет. Занялся каким-то другим делом, приносящим доход. Женился. Теперь у него будут деньги. И чтобы она склянки всякие ему больше не заготавливала, потому что перевозка их дороже обходится. Сама питайся получше, сказал ей. он уехал, не взяв ничего. А старушка утром на крылечко села, на участок свой смотрит, а в глазах такая опустошенность, тоска и нежелание жить. Представляешь, тело-то здоровое, а жизни в нем как бы нет. Я увидела, а скорее почувствовала, какая страшная опустошенность в ее душе и безысходности. Но вот если бы я не вылечила ее тело, старушка умерла бы вовремя, умерла спокойно, с красивой мечтой, надеждой. Теперь же она оказалась в опустошении еще при жизни, а это было во много раз страшнее физической смерти. Через две недели она умерла. Субтитры субтитры